Находиться рядом с зависшим в воздухе вертолетом даже на земле непросто. Лопасти настолько мощные, что так и норовят сдуть шапку с головы. А поднявшийся ветер запросто может сбить неопытного человека с ног. А вот чтобы шагнуть из распахнутого люка в пустоту, нужны тренировки с полной самоотдачей. На реальном лесном пожаре учиться будет уже слишком поздно. Я смотрю за укладкой, за тем, чтобы страховали ребят. И в вертолете, там летчик-наблюдатель, их начинает спускать по разрешению командира корабля. Ничего сложного, ничего опасного нету. Ну, как сказать, это я со стороны своих лет, но если не соблюдать технику безопасности, конечно, все и опасно, и все сложное будет. Снаряжение перед тренировочным десантированием тщательно проверяют. В экипировку входит специальная подвесная система «Лебедка-сур», которая выдерживает до 100 килограммов веса, и на ней можно спускать не только людей, но и предметы первой необходимости. И тормозной блок, чтобы держать под контролем не только тело, но и ветер. Должность десантника пожарного подразумевает собой обучение двухнедельное и тренировочные спуски в количестве семи штук на каждого человека. И вот после этого он будет допустить тушение лесных пожаров. Тренировочные спуски с земли кажутся обычным делом, однако в кабине вертолета все выглядит уже по-другому. Необходимо правильно пристегнуться к спусковому механизму и плавно начать спуск вниз, не создавая опасных ситуаций, потому что с тобой еще шестеро товарищей, а в условиях настоящего пожара их может быть и 12. Александр Титов уже пять лет в парашютно-пожарной охране. За его плечами больше десятка боевых спусков, а тренировочных уже и не сосчитать. Лесные пожары, по его словам, простыми не бывают, и подготовиться надо на все 100%. Везде есть свои сложности. Одинаковых пожаров не бывает. Каждый пожар чем-то когда отличается. Ну, бывает сложно. Сталкиваемся с трудностями некоторых раз, конечно. Помощь пожарных десантников требуется, когда к очагу возгорания уже не добраться с земли. В прошлом, малогоримом году группа лесопожарных вылетала всего четыре раза. Понадобятся ли их навыки уже этой весной, будет зависеть не только от теплой ветреной погоды, но и от человеческого фактора. Григорий Анипер, Антон Носов, РТК Забайкалье.